Друзья, всем привет! Вот мы с вами незаметно подошли и к заключительной теме. С вами по-прежнему я, Сергей Даньков. Являюсь экспертом, консультантом, методистом реестра Минфина в рамках стратегии повышения финансов и грамотности населения, общественным деятелем, бизнес-тренером, преподавателем игропратики. Со мной на встрече моя коллега Ирина Баранова Бессменная. Вместе мы продолжаем говорить про то, как грамотно обращаться с деньгами. И сегодня наша тема звучит так. Хочу, чтобы мой ребенок был финансово грамотным. Привет, Ирина. Да, Сергей, здравствуйте. По традиции, меня зовут Баранова Ирина. Я независимый финансовый консультант, тьютер по финансовой грамотности. Действительно, тема у нас сегодня заключительная, но не менее интересная, чем все предыдущие встречи. Потому что сегодня мы поговорим о цветах жизни, о наших детях, об их общем развитии. И, конечно, так как у нас лекции непосредственно по финансовой грамотности, сделаем углубление именно на поведение в отношении с деньгами. Как правильно начать? С чего правильно начать? Как прививать вот эти привычки финансовой грамотности? Какие использовать игры? Какие использовать вообще методики? Поэтому, Сергей, давай предлагаю начать. Да, действительно, есть будущие инвестиции в какие-то активы. А сегодня у нас будут инвестиции в, на мой взгляд, даже более важные, в будущее детей и в наших детях. Сегодня тема достаточно такая интересная. Правильно обращаться с деньгами не учат, к сожалению, в школе. Точнее, не в каждой школе, но навык этой темы, на мой взгляд, очень важен во взрослой жизни. И если бы он появился сам по себе, в мире было бы меньше мошенников, финансовых пирамид и обмана. Да, или вообще можно много зарабатывать и все равно не понимать, почему денег нет. Дело-то только не в количестве, но еще и в том, как именно мы распоряжаемся нашими заработанными кровными деньгами. Тратим, инвестируем, откладываем. Вот это и есть основа основ финансовой грамотности. И очень здорово, что вы имеете возможность прослушать эту лекцию и уже с ранних, вот можно сказать, да, с ранних пор заложить в наших детей, в своих собственных детей эти самые основы для того, чтобы они в дальнейшем не совершали тех ошибок, которые, наверное, совершали мы и были более финансово грамотными, чем наше поколение. Да, вот ты правильно сказала про количество, про уровень доходности. Также стоит действительно отметить, что чем у взрослого населения выше доход, тем меньше уделяется внимание каким-то таким основам и мало уделяется вообще, в принципе, внимания на какие-то такие вот важные взгляды, как финансовое планирование, финансовый резерв, накопление и так далее. А это очень, на самом деле, важный формируется с детства в наших семьях совместно с родителями, поэтому многие дети сейчас, нужно признать, мечтают быть не космонавтами, да, как в свое время многие из нас там или наших родителей, а хотят быть там ведущими соцсетей, блогерами, фрилансерами, различными такими вот как бы новомодными профессиями обладать и, по сути, официально не работать. Надо объяснить ребенку с детства все плюсы и минусы официального трудоустройства, помогать правильно сориентироваться в профессии будущей. Кстати, некоторые дети уже начинают подрабатывать в 10-12 лет, хотя официально устроиться на работу можно у нас в стране только с 14 лет. Да, действительно, получается, что чем раньше ребенок начнет разбираться в финансовой грамотности, тем, естественно, лучше. То есть, по идее, этим нужно заниматься вообще с момента, когда у ребенка начинают появляться первые карманные деньги. Ну, одно дело рассказывать, а другое дело показывать уже на примере. И, естественно, ребенок будет чувствовать вот эту важность и заработанных денег, и важность, как их правильно потратить только тогда, когда он их будет непосредственно ощущать у себя в руках. Здесь очень вообще важно сказать, как много уже делается в данной сфере. Расскажу немного про национальную программу повышения финансовой грамотности населения при поддержке Министерства финансов Российской Федерации. На данный момент эта программа еще продлена до 2030 года. И основная суть ее в том, что она направлена на школьников разной возрастной категории. То есть, это начиная с начальной школы, потом средняя школа и уже заканчивая взрослой школой, когда мы говорим уже о девятом-одиннадцатом классе. Реализуется она совместно с педагогами учебных учреждений, также и детских домов, школ, интернатов и организацией уже среднего профессионального образования. Согласись, Сергей, в общем-то это достаточно важно, что создаются в принципе условия в стране для того, чтобы наши дети как можно больше знакомились с миром финансов и управлением личного бюджета. И очень хорошо, когда это происходит в образовательной организации или на каких-то дополнительных занятиях. То есть, так, что ребенок очень много времени проходит в школе. И вот данный предмет, в общем-то, действительно имеет достаточно важный аспект. Кстати говоря, хотела немножко проговорить про свой собственный личный опыт. Это было где-то два года назад. Как раз я один год вела в образовательную школу десятого класса финансовую грамотность. Ну, казалось бы, десятый класс это вообще достаточно, ну, не то что проблемные, конечно, подростки, но понятно, что у них вообще очень мало интересуют там какие-то предметы, особенно если предметы связаны там с расчетами, с финансами. Поэтому, конечно, этот предмет надо было давать действительно очень интересно, с познавательными примерами, с там презентациями какими-то. Я вообще, в принципе, им показывала, как там работает биржа, как мы там с ними даже прямо в режиме реального времени продавали, покупали ценные бумаги. Ну, это, в общем, к вопросу об инвестициях. А вообще, да, если будет создан вот этот вот ресурс на базе образовательной организации и будет создан, что самое интересное, и то, что является на данный момент все-таки небольшой проблемой, если будет создан резерв, да, то есть именно педагогов или преподавателей, или специалистов, которые будут давать основу финансовой грамотности интересно и в правильном ключе, это действительно будет, на мой взгляд, очень большим шагом вперед в области финансовой грамотности, в первую очередь для наших будущих поколений. Да, я с тобой здесь полностью согласен, тем более мы говорим о том, что есть разные формы, разные методы преподавания, рассказов финансовой грамотности. Я, кстати, первый раз услышал о том, что ты в 10 классе вела уроки финансовой грамотности. Вот поэтому, ну, допустим, касаемо, если говорить про мой опыт, да, вот работы именно с категорией детей, то традиционно все программы по обучению финансовой грамотности для детей делятся, ну, так как в основном подразвиваются на основные такие категории и группы возраста 6-7 лет, как раз такой, перед таким возрастом, скажем так, завершения детского садика и пути идти в школу, да, уже учиться в общеобразовательном учреждении. Затем это 8-11 лет и 12-15, то есть такого возраста, да, вот как раз ты и говорила, возрастом уже старше класса, 9-10 и старше, более возрастная группа. Так вот, для данного возраста разработано, для групп данных возрастов разработано очень много лекций, семинаров, материалов. На своем примере, как я вот часто представляюсь, да, в начале нашей беседы и темы, я всегда говорю о том, что есть опыт там игропрактики, либо тренера игропрактики, соответственно, не зря обозначаю данную компетенцию, потому что преподаватель игропрактики, это, ну, на мой взгляд, очень такой узкоспециализированный специалист, который именно умеет заинтересовать детей не просто там, да, провести какую-то лекцию, а подать материал в более удобном, легком формате через игру. Игровой формат, ну, по моему видению и, ну, если вот видеть тенденции, которые сейчас есть в образовательной сфере, он максимально эффективен. Через игру дети проигрывают разные кейсы, принимают бизнес-решения. Одним из главных преимуществ образовательной методики в формате игры являются настольные игры, в частности, то есть, когда дети могут что-то осязать, то есть, не просто слушать, но и увлекаться в процесс, участвовать и, таким образом, в легком, доступном для себя формате осознавать и понимать новые какие-то темы, что, как показывает практика, более эффективно для них, ну, что ли, понимание возникает этих процессов через игровой формат. Они охватывают важные темы, важные направления в сфере финансов, укрепляют основные понятия для себя и определяют основные понятия по финансовой грамотности. Игра способствует развитию, в том числе, предпринимательского мышления, ну, и формирует представление о разумном отношении к таким направлениям, как финансовые средства, их накопление, соответственно, умение различать желаемые и необходимые потребности. Ребенок учится правильно ставить финансовую цель, определять их важность, баланс между работой и отдыхом, получает представление о различных социальных выплатных и пособиях, налогах, пенсиях и так далее. То есть настольные игры и игровые интенсивы, они учат действовать сообща в одной команде, то есть помимо того, что ребенок получает определенные знания для себя, он еще и учится работать в коллективе, в команде, в одной команде и выручает друг друга договариваться, решать какие-то вопросы, находить решения, пробовать для себя различные роли самых настоящих предпринимателей или, допустим, будущих каких-то профессий, которые они в игре могут приобрести. В итоге, каждая игра развивает экономическое мышление детей и параллельно с этим осуществляет определенные коммуникативные навыки, командные, команднообразующие навыки, мотивирует ребят на анализ и ответственное отношение к деньгам и к принятию решений. Ну, ты знаешь, Сергей, мы, наши слушатели, тоже сделаем игропрактиками. Да, на основании одного из примеров мы в конце нашей лекции обязательно приведем один очень интересный пример стандартного, ну или такого простого, простая игра, которая будет называться «Семейный бюджет». В конце обязательно об этом расскажу, очень тоже интересно, поэтому я думаю, что каждый из родителей, у кого есть дети, и те, которые хотят научить своих детей финансовой грамотности, могут быть игропрактиками, в общем-то, да. Ну и, в принципе, возвращаясь к тому, как все-таки родителям прививать основы финансовой грамотности, ну, в первую очередь, конечно, это понимание того, что родитель должен объяснить ребенку, в принципе, откуда берутся деньги в бюджет, да, то есть это должно быть понимание того, что сначала идет образовательный процесс, потом идет трудоустройство, и уже в дальнейшем на основании того, что человек трудоустроен, он работает, получается доход в виде заработной платы, ну, либо какие-то другие виды доходов, да, ну, в основном, конечно, заработная плата. Поэтому ребенку в первую очередь необходимо объяснить, откуда деньги берутся, и уже второй момент – это как правильно их расходовать. То есть вот основы финансовой грамотности, они лежат как раз в том, чтобы объяснить, что сначала эти деньги надо заработать, а потом уже и правильно их расходовать. Поэтому, конечно, все начинается еще раз, как я уже ранее сказала, все начинается с карманных денег, да, потому что если у ребенка нет с чем работать, то ему и не будет вообще интересно, что там, где там, кто зарабатывает и так далее. Потому что, по сути, карманные деньги – это и есть заработок ребенка. Он это может делать различными способами, и, конечно, в каждой семье это все происходит совершенно по-разному. Поэтому карманные деньги – это своего рода обучение первым основам финансовой грамотности. Конечно, важна, очень важна роль этих карманных денег, и родители сталкиваются с рядом очень важных вопросов. И перед тем, как принять решение, давать ребенку карманные деньги или нет, ответьте сами себе на вопрос. Или соберите там семейный совет, как у вас это происходит, и определите основные понятия. Первое – какова должна быть сумма, естественно, да. То есть здесь, опять же, все зависит от того, насколько вообще ваш ребенок самостоятельный. То есть, например, если он целый день проводит вдали от родителей и нуждается в карманных деньгах, например, для того, чтобы покушать, да, на проезд, на питание, то сумма может составлять там от 500 до 1000 рублей в неделю. Конечно, и плюсы, и минусы подходов есть. Плюсы какие? Ребенок, во-первых, привыкает к тому самому управлению деньгами. Минусы, конечно, появляются очень большие соблазны потратить все карманные деньги в пустую. Поэтому, конечно, здесь как раз и начинается вот этот момент обучения ребенка. Второе – ответьте, пожалуйста, себе на вопрос. Вы давать ребенку деньги регулярно или по требованию? Ну, здесь опять же зависит от обстановки в семье. Бывает так, что, например, родители работают вообще целый день, и тогда появляется необходимость давать деньги ребенку регулярно. Но есть такие семьи, в которых, например, бабушки постоянно дома, и, конечно, они могут и проконтролировать, и всегда ребенка накормят. Поэтому здесь уже могут появляться карманные деньги по требованию. Ну, например, поход в театр с классом. То есть попросил – дали. Третье, на что надо обратить внимание, когда мы прививаем и говорим про карманные деньги, это должен ли размер суммы зависеть от его поведения и учебы. Тут получается, смотри, какая ситуация. То есть очень многие, например, родители стимулируют своих детей таким образом. Хорошие оценки – карманные деньги. Конечно, опять же, есть и плюсы, и минусы. Вот плюсы какие? Ребенок начинает понимать значение слова «зарабатывать». То есть он получил хорошую оценку, он приложил умения определенные, он заработал. То есть он приложил какие-то навыки и развивает их в себе. За это получил карманные деньги. Минусы здесь – всегда есть вероятность перегнуть палку. То есть ребенок уже будет в принципе работать, ну не работать, а не увлекаться самим процессом обучения, а непосредственно делать все только для того, чтобы заработать деньги. То есть здесь, скажем, такой должен быть более плавный подход. И тоже, естественно, зависит от ситуации в семье. В общем-то, далеко не для каждого ребенка, даже по своему собственному опыту, это мотивация к учебе. Он может стараться, например, по предметам, да, которые ему даются легко, и, например, избегать там оценок по трудным предметам, да. Здесь, конечно, еще стоит что добавить, что, вот правильно ты говоришь, все-таки возрастная категория. Это очень важно. Пример, опять же, начало выдавать карманные деньги. Как правило, начинаются выдаваться карманные деньги в начальной школе. То есть, смотри, начальная школа, если так подумать, это некий переходный период, да, между детским садом, когда, в общем-то, ребенок еще не является самостоятельным, и подростковым уже возрастом, пятых и далее классов, когда ребенок уже, в принципе, является самостоятельным. Поэтому начальная школа, уважаемые слушатели, уделите максимальное время для ребенка, и именно вот как раз для привития привычки основы финансовой грамотности. Например, вы ему дали 100 рублей. В общем-то, достаточно простой пример. Например, ребенок во втором или в третьем классе. Вы ему дали 100 рублей. Посмотрели, что он с этими деньгами сделает. Вот я вам точно могу сказать, что по практике он просто купит жвачек или конфеток каких-нибудь, и сразу все деньги потратит. Но это автоматически. Если вы ему заранее не сказали, что давай сразу отложи 10 рублей. Нет. Сначала посмотрели, чтобы он понял, что есть полностью трата денег, то есть всего бюджета, а есть еще и накопительная составляющая. И вот когда он эти деньги потратил, тогда вы можете ребенку и объяснить, что а давай ты 10 рублей, когда я тебе следующий дам 100 рублей, ты эти 10 рублей отложишь. И вот тут самое интересное – поставить сразу финансовую задачу. Вот как мы с тобой, Сергей, говорили в личном финансовом планировании, но уже на таком взрослом, для взрослой категории. Для ребенка-то, в общем-то, принцип тот же самый. Ты откладываешь 10 рублей на что? Ну, допустим, накопить на какую-нибудь новую игрушку. Все. Вот у ребенка и прививаются те самые основы. Пусть это будет со 100 рублей, но тут важен не сам размер карманных денег, а сам принцип и основы. По сути, в подростковом возрасте все абсолютно то же самое. Другой вопрос – то, что потребности, конечно, растут. И это уже может быть не 100 рублей, это может быть и 1000. И в некоторых семьях больше намного и суммы, да. Естественно, зависит уже непосредственно от уровней дохода в семье. Ну и, Сергей, в заключении, что хотелось бы сказать о том, что, конечно, у нас есть разные виды денег. У нас есть все равно наличные денежные средства. Когда ребенку выдается наличные деньги в виде купюр, и он может прям монеты складывать, например, куда-то себе в копилку. Это такой стандартный традиционный вариант. Очень у многих детей есть свои собственные красивые копилки, например. Даже можно купить какой-нибудь, вот как совет, кстати, родителям, купить какую-нибудь красивую действительно копилку, чтобы у ребенка было желание ее наполнять. А второй вариант сейчас уже тоже достаточно развитый – это электронные деньги. Своего позволения расскажу все-таки про плюсы и минусы еще традиционного варианта, а ты уже расскажешь про электронные деньги и использование карточек. Итак, плюсы, преимущества. Конечно, это более рациональное использование денег. Почему? Потому что ты их ощущаешь, и ты можешь, соответственно, более так трепетно относиться к своим купюрам. Второе – это, конечно, удобство платить везде. Если ты можешь везде абсолютно платить, ты не забываешь там пин-коды и так далее. Есть также и минусы традиционного подхода. Они заключаются в чем? Здесь не прививается привычка использования кэшбэка. То есть это дополнительная программа, которая сейчас также может стимулировать, и это тоже является как основой финансовой грамотности уже в современном мире. Еще из недостатков традиционных или наличных денег – это вероятность потерять. То есть, конечно, можно потерять где-то там или могут украсть деньги, тем более если они в кармане, в куртке лежат и в школе. Это все все равно сохраняется. Ну и, конечно, родители не знают, куда были потрачены деньги. То есть здесь уже нет какой-то истории платежей, и мы не можем, в общем-то, проконтролировать, на что именно были потрачены денежные средства. То есть использование наличных денег, оно помогает ребенку лучше их считать. То есть, да, вот устный счет на примере того, сколько мне должны дать сдачу в магазине, очень помогает жизни и, в общем-то, развивает достаточно важные навыки на будущее. Да, Ирин, все верно. Я тоже считаю, что деньги – это прежде всего инструмент, и нужно относиться к этому как некое средство, которое позволяет на что-то накопить. В таком случае я за то, чтобы давать ребенку деньги, и таким образом мы видим и будем понимать, что у него есть осмысление этого процесса. То есть есть цель, и ты на нее копишь, то есть идешь к конкретной цели. То есть появляется ценность денег и товара. Да, то есть действительно накапливать, как ты правильно говоришь, появляется вообще в принципе, перенимается опыт у родителей, то есть все это идет из семьи. По своей практике тоже вижу, что есть дети, которые умеют накапливать не просто на какую-то игрушку или на какую-то вкусняшку, а также на велосипед или какие-то другие более такие весомые товары, то есть может быть планшет даже и так далее. Был опыт, когда мальчик 12 лет копил как раз себе на планшет. Ну, а бывают, конечно, те, которые все тратят, конечно, таких, к сожалению, большинство, поэтому очень важно перевивать с детства, и все это должно идти от семьи. Конечно, данное поведение зависит от психологии, ну, вообще в принципе самого ребенка, но также и от того, как родители это преподносят, как это они объясняют, насколько в семье это все заведено. И коли мы говорим про, соответственно, карманные деньги, то есть, как мы уже условились, использование с помощью карт, да, то есть это те, мы знаем, что по законодательству РФ открыть счет ребенку, ну, там, подростку можно с 14 лет. Именно поэтому детская дебютовая карта представляет собой карту, по факту это счет, который является дополнительным к основному счету одного из родителей. Это очень важно, так как на этапе знакомства с деньгами родители должны контролировать радостного ребенка и объяснять ему, ну, совершаемые ошибки, если таковые есть. Сам пластик может быть совершенно разный, с достаточно таким интересным, легким, понятным дизайном для ребенка, и существуют различные мобильные приложения, которые в игровой форме учат детей правильному обращению с деньгами. Действительно, их появляется множество, многие финансовые учреждения специально, причем разрабатывают конкретные программы для детей и их родителей, отдельные приложения, которые, на мой взгляд, очень полезны, и как минимум они заставляют задуматься, как максимум уже ребенок начинает приобретать какие-то навыки финансовой грамотности. Да, все верно. Вот, кстати, в дополнение про накопил, это действительно так, вот эта привычка, ты же сказала про мальчика 12 лет, который накопил на планшет, вот у меня мой ребенок раз себе монитор купил огромный, большой, я говорю, ты где? Я не то, что я там много карманных денег даю, а я же совсем еще забыла, что есть же подарочные деньги. Уважаемые слушатели, наверняка вот самый основной, да, самый основной доход у ребенка, особенно, да, когда, например, родственники не знают, что подарить, ну, подарю деньги. Далее что? Вот эти деньги могут просто сначала накапливаться, и мой ребенок копил два года, два года, и он понимал, что ему действительно нужно, например, да. Поэтому это очень важно, когда, наверное, даже больше важно, чтобы ребенку дать понять, что именно ты хочешь. И вот когда он понимает, что он хочет, вот тогда у него и появляется та самая привычка сначала накопить на эти вещи. Зачем мне тратить там эти деньги на что-то, на какие-то непонятные вещи мелкие, если я могу подкопить уже определенную сумму и купить что-то важное и существенное, что мне принесет какую-то определенную пользу. Поэтому, да, все, в общем-то, действительно начинается с семьи, с разговоров вот о таких важных вещах. Да, то есть, по сути, мы говорим с тобой о том, чтобы не сделать какое-то благо, либо решить какой-то вопрос без участия ребенка, а наоборот, с его личным участием, либо при достижении цели предоставить ему инструмент, в данном случае это будут карманные деньги, для того, чтобы он попробовал для себя сформировать цели и на что-то накопить. То есть, действительно, если мы говорим про обучение, то важно объяснять ребенку, откуда берутся деньги, как они зарабатываются, правильно распределять карманные деньги и осознанно их тратить. На мой взгляд, вот в текущей действительности, если говорить про специальные обучающие, какие-то игры, которые мы уже остановились на этом, то я бы порекомендовал обратить также внимание еще на так называемые профориентационные игры, то есть профориентацию, в которых речь идет о профессиях будущего, актуальной для российской экономики. Сейчас очень множество появляется новых специалистов, новых профессий, тех, которые, допустим, раньше, может быть, и не было, и их не слышали, но они все появляются и будут появляться, и данные игры помогают понять, какие отрасли будут активно развиваться в будущем, какие будут в них рождаться новые технологии, продукты, сервисы, какие-то, может быть, практики, и появятся, в свою очередь, конечно же, новые специалисты, которые будут востребованы и потребуются будущим работодателям. Этим будет полезно узнать о специалистах будущего, о профессиях будущего и ряда продуктов и услуг, потому что рано или поздно им придется с этим столкнуться в начале в обучении, а потом уже в реальной жизни, когда они будут зарабатывать уже основной свой доход. Да, ну, не будем забегать вперед, там понятно, да, что каждый родитель, в общем-то, всегда помогает своим детям и определится, и по возможности это делает. И, как обещала, пример очень интересной игры, для того, чтобы наши слушатели тоже стали игропрактиками по финансовой грамотности. Очень, на мой взгляд, интересная, простая игра в семейный бюджет. Ну, вот как правильно ты говоришь, именно в игре. То есть не просто объяснить, что есть деньги, как они тратятся и так далее, а в игре. При этом здесь не надо дополнительно ничего покупать, а карточки можно сделать самостоятельно. Итак, задача – составить вместе с детьми годовой бюджет, фиксируя ежемесячные доходы и расходы семьи. Самый короткий вариант данной игры – это 12 дней, где каждый день равен месяцу. Заведите папку с файлами или папку, например, на компьютере. 12 страниц – бюджет месяца. На последней странице – сводная таблица годового бюджета. Ежемесячно, ну или в данном случае каждый день, вы записываете регулярные доходы и расходы, а также доходы, связанные с событиями. События месяца определяются следующим образом. Вы уже случайным образом выбираете два номера из 24, например, с помощью тех же самых карточек. И, естественно, самостоятельно придумываете эти самые события. После внесения их в бюджет их номера надо вычеркнуть. Дважды события у нас не повторяются. Одни события, например, какие могут быть события? Ремонт машины. Да, не принять нельзя. Другие можно отменить или скорректировать сумму. Выбрать что-нибудь подешевле или подороже, в зависимости уже от состояния семейного бюджета. Ну, то есть, что это может быть, например? Да, какой-нибудь поход к стоматологу, ремонт зуба, не знаю, сломался велосипед, надо починить. То есть, проявите фантазию вместе с ребенком, напишите эти карточки, и вот это как раз и будет та самая практика игровая, когда на основании текущего ежемесячного дохода будут приниматься решения, как именно это самое событие в семье разрешить. Ирина, ну и напоследок хочу сказать, что самое главное, ребенок, как я уже говорил, все-таки воспитывается в семье, поэтому перенимает позицию родителей. Вы должны стать примером для собственных детей. Обратите внимание, насколько взвешены ваши финансовые решения и ваши финансовые привычки. Бесполезно учить ребенка планировать бюджет, если родители сами не соблюдают и часто даже не понимают, как это делать. И, соответственно, нет учета финансов, нет правильного понимания расходов, оптимизации бюджета. Даже начиная с этого, уже, конечно же, говорить о том, чтобы ребенок перенимал эти качества, когда сам этого не понимаешь. Вот, поэтому это очень важно. Да, Сергей, я бы здесь добавила, что ни в коем случае нельзя ругать детей за какие-то неправильные финансовые решения. Пусть он совершает ошибки, пусть он делает ошибки, пусть он учится на собственном опыте, пусть он потратит эту самую тысячу рублей совершенно на любые траты, но одно дело, когда ты ребенку объясняешь, а другое дело, когда ты ругаешь ему и говоришь, ты что потратил, зачем. Конечно, все должно иметь такой характер объяснительный. Да, я бы, с твоего позволения, перешел бы к некоторым таким рекомендациям, чтобы мы и наши слушатели, которые являются, конечно, родителями, могли бы зафиксировать определенные некоторые такие советы. Итак, первое, выдавать больше карманных денег. С 7-8 лет ребенку можно регулярно выдавать деньги на карманные расходы. Мы уже говорили, платить за выполнение домашних обязанностей не стоит, все взрослые и дети делают это бесплатно, потому что хотят, чтобы домом было уютно, тепло, хорошо, комфортно и чисто. Поначалу лучше выделять деньги каждую неделю, потому что деткам такого возраста 7-8 лет сложно долго ждать и планировать. Сумму на расходы стоит увеличивать вместе с взрослением ребенка и либо, допустим, с каждым годом давать на 100 рублей больше, как вариант. Второе, научить копить. Для начала можно подарить ребенку красивую копилку, как ты уже говорил, и вместе придумать цель и стратегию накопления, то есть на что мы будем копить и к какому сроку. Например, первыйоклассник может вкладывать по 50 рублей в неделю, получил 100, по 50 рублей откладывает, чтобы к Новому году накопить на какую-то желанную цель. Тоже имеет место быть. Рассказать, что такое долги. Это очень важно в связи со всей текущей экономической ситуацией, вообще в принципе закредитованностью в стране. Дети берут друг у друга деньги на спонтанные покупки, такое тоже есть. И, соответственно, вместе с ними разбирайте, почему это может быть плохим решением и как правильнее поступить, если ребенок хочет купить что-то прямо сейчас, но у него нет денег. Или что делать, если кто-то просит оплатить покупку за него. Мы знаем, что когда детки вместе играют в какой-то компании, либо подружка, или друзья, часто бывают вот такие непредвиденные траты, вроде бы дал ребенку деньги на карманы расхода, понимая, что на неделю вроде как должно хватить, он говорит на следующий день, что у него уже денег нет. Почему? Да вот там Аня попросила что-то купить, либо там Вася не отдал что-то там или еще что-то. То есть, такие моменты есть и нужно это правильно и грамотно разбирать. Следующее, разбираться в желании. В этом возрасте дети начинают повторять за сверстниками. Стоит проговорить, что финансовые возможности родителей не безграничны. Следующее, разбираться в желании. В этом возрасте дети начинают повторять за сверстниками. Стоит также Проговорить с ребенком, что финансовые возможности родителей не безграничны, а отраты бывают нужны и те, которые можно отложить или пересмотреть. Повышайте финансовую грамотность всей семьи в развлекательной форме. Например, как в формате игры, который ты, на мой взгляд, очень успешно рассказала и объяснила. Самое главное, что вы можете сделать для воспитания финансово-грамотного человека, это быть ему во всем примером. На этой позиции позвольте попрощаться, уважаемые слушатели. Я желаю вам всем огромного интереса к финансовой грамотности и финансового благополучия. Да, Сергей, я присоединяюсь к твоим словам. Я надеюсь, что наши видео-встречи были действительно очень полезны. И мы постарались сделать их максимально яркими и интересными, с хорошими жизненными примерами, которые показывают действительно важнейшую роль финансовой грамотности. Поэтому в заключении обязательно принимайте правильные финансовые решения, обучайте своих детей финансовой грамотности и будьте финансово здоровы. Нельзя не согласиться. По традиции завершим наше с тобой выступление и занятие сегодняшнее в теме с детками. Это цитатой следующей. Давай детям столько денег, чтобы они делали что-то, а не столько, чтобы они не делали ничего. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok